Как себя мотивировать? Вы меня часто спрашиваете. Давайте узнаем, что на эту тему говорят ученые. Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим о очень важной теме, которая беспокоит, наверное, абсолютно всех. У каждого из нас есть вопрос. Как себя мотивировать сделать что-то важное для себя? То, на что никак не поднимаются руки. Ученые для нас имеют ответ. Сегодня я вам буду говорить точку зрения на этот вопрос в мотивации одного из ведущих ученых мира, Эндрю Хьюберман. Он является профессором и руководителем лаборатории Стэнвард-Университета Соединенных Штатов Америки. Мы все привыкли считать, что для того, чтобы что-то сделать, чтобы получить поведение, нужно сначала прочувствовать, подумать о том, что ты чувствуешь по поводу этого вопроса. Ну, например, любой, возьмите вопрос, нужно ли вам бегать на улице, вам нужно сначала прочувствовать, нравится вам это или не нравится, прежде чем вы подниметесь с дивана. Потом нужно об этом подумать, потом еще раз решиться это делать, и только потом уже будет поведение. Только потом вы возьмете свои кроссовки и пойдете бегать. Или любое другое поведение. Сами решите для себя, что для вас важно. Эндрю Хьюберман нам говорит, нет, давайте начнем с поведения, давайте начнем с акшен. И только потом уже, когда будет поведение, у нас потом появятся чувства, у нас появятся мысли правильные, и у нас появится ощущение того, что мы делаем, хорошее. Почему это так? Ну, потому что мы, как human animals, как человеческие животные или высокоразвитые животные, если посмотрим на природу, мы всегда увидим, что все животные всегда не думают вообще, скорее всего, и не подготавливаются к чему-то очень долго. Если тигр хочет есть, он для себя решает, и сразу у него начинается поведение. Он действительно идет за своей жертвой, и он себе найдет пищу. И так действует любое животное. То же самое и человек. Поэтому ученые нам сегодня говорят, начните с поведения, вспомните свой известный лозунг «Just do it», то есть начинай делать. А уже потом, когда ты начинаешь что-то делать, когда ты действительно вышел, решился, взял кроссовки и побегал по улице, у тебя появляется чувство «Вау, как это здорово», «Как это хорошо», «Как это было приятно мне сегодня этим дождливым, прохладным утром побегать, и у меня совершенно другие чувства, совершенно другие мысли, совершенно другие настроения». Или подняться с дивана, и в конце концов встать на тренажер, и в конце концов начать терять свой вес. Не думать, думать, чувствовать, чувствовать, а просто начать «Just do it», только делай это, и потом уже появится все остальное. Как же нам себя к этому подготовить? Почему это происходит? И почему действительно поведение должно быть в первую очередь, а уже потом все остальное, результат, чувства, мысли, во вторую и в третью очередь? Почему так? Потому что оказывается, что наша система, наш организм так и создан, он так и создан, но так и связано все это. У нас с вами есть такой гормон, мы знаем, есть два, адреналин и допамин. Допамин – это гормон, который, гормон вознаграждения, который награждает нас за какие-то поступки. Сделал что-то, вот всплеск, вот он, гормон счастья. Допамин у нас. Но допамин – гормон не только счастье, всплеск того, что мы сделали, получили что-то хорошее. Это еще гормон, который отвечает за то, чтобы мы это делали регулярно. Он вырабатывается все больше и больше, только тогда, когда он видит нашу линию правильного поведения какого-то, что-то такое, что делается регулярно. Оказывается, что этот гормон – допамин – происходит из одной и той же аминокислоты, которая называется, сейчас вам прочитаю, L-тиросин. Л-тиросин. Из этой аминокислоты происходит сначала допамин, а из него уже потом адреналин. Адреналин нам известен как гормон действия, когда мы действительно берем и что-то делаем. Адреналин вырабатывается, когда вы действительно бежите уже. Адреналин у вас вырабатывается, когда вы прыгаете, прыгаете с какого-то высокого места. Вот это гормон действия. Адреналин взял и сделал что-то, и получил результат какой-то. Поэтому именно гормон допамин и вырабатывает гормон адреналин. Значит, нам с вами что нужно делать? Нам с вами нужно себя все время, когда мы что-то, да, just do it, когда мы решили что-то делать, подняться, нужно все время себя за это похвалить, похвалить самому. Не ждать того, что нам кто-то скажет, ой, какой ты молодец, ты сегодня это сделал, или начальник скажет, или кто-то из окружения скажет, что ты молодец, что ты сегодня побегал, а самому себе только так это будет вырабатывать, и только так это будет работать, когда каждый из нас сам себе скажет, какой я молодец, я сегодня сделал правильное для себя действие, я сегодня сделал действие, направленное на мое здоровье, на мое хорошее настроение, на мое хорошее физическое состояние и так далее. И это абсолютно в любом деле, на мое хорошее финансовое состояние, я сегодня не потратил деньги, сэкономил деньги. То есть самому, каждому из нас нужно сказать, что себя похвалить за это, тихо-тихонечко сказать, я сделал правильный поступок, я иду в правильном направлении. Тогда этот гормон допамин будет вырабатываться у нас больше, и мы каждый день будем делать эти правильные для себя действия. Вот так работает наш организм. Поэтому всем вам рекомендую, если у вас хороший английский язык, пойти на инстаграм Эндрю Хьюберман, искать его на ютуб, у него есть очень много хороших интервью. Он сам совершенно обаятельный, красивый, 50-летний мужчина, который сделал себя сам, он рассказывает свою жизненную историю очень интересно, как он и семьи, где родились, разводились. У него были годы, когда он эти годы, но был мальчишкой нехорошим на улице, катался все время на доске и уже перестал ходить абсолютно в школу. Как он падал, падал, падал и даже не мог поступить в университет. Потом у него была девушка, и девушка училась в университете, а он рядом где-то работал там в булочной за какие-то копейки. Когда, пока, наконец, в один день его чуть не посадили в тюрьму за драки постоянные, и тогда он понял, нет-нет, это путь только в тюрьму. Что я могу делать? И он пошел учиться. Он пошел учиться, выучился на сегодня один из ведущих neuroscientists Соединенных Штатов Америки, очень популярный, очень успешный человек, но который себя вот так вот вытащил из плохого поведения в хорошее поведение, в успешное, и стал таким вот умным, красивым и очень высокообразованным человеком. Поэтому у него свой собственный опыт, ну и, конечно, это все подтверждается лабораторными исследованиями. Поэтому всем вам рекомендую забыть про то, когда мы, наконец, решим что-то делать, когда у нас появится на это желание, которое просто решается нашим мозгом, а просто взять, стать и сделать, и тогда появится желание это делать. То есть давайте это все перевернем наоборот. И тогда у нас с вами и появится эта мотивация. То есть мотивация рождается из активного действия. Действие родит мотивацию делать дальше, но не забудьте себя при этом немножко подхваливать. Всего вам самого хорошего. Увидимся с вами на прямом эфире во вторник. Задавайте вопросы и по этой теме точно так же. Но не забудьте про это замечательное совершенно открытие ученых, которое нам говорит о том, как вырабатывается наш допамин вместе с адреналином из одной и той же аминокислоты. И оба действия абсолютно связаны. Всего вам самого хорошего, мои дорогие. До следующей встречи на эфире. Пока-пока. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Благодаря этому видео будет распространяться, и больше людей смогут его посмотреть. И мы с вами окажем всем хорошую услугу. Всего хорошего, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok